Всем привет! Это Яков! 13 ленза, мои родители делили два ближайших объявления. Первое все воспринялись большой радостью и восторгом. Мазал Том! У нас родился мальчик! Второе объявление было мне невеселым. Мазал Том! Мы переезжаем в Россию! Мои бабушки и дедушки все были в шоке. Почему Россия? Они никогда не были в России! Никогда! И возможно, у них случилось неправильное представление о ней. Утро начинается с рассвета. И первым делом я тоже поймаю рыбу на завтрак. Моя головная семья с нетерпением ждет моего возвращения. Маленькая сестра отвечает за уборку в доме. Младший брат собирает ягоды на композ. А мама стирает. Папа должен нарубить дров для печи. Папа всегда говорит, что до того, как сесть кушать, мы должны молиться и учить Тору. Маме не нравится, что папа курит. Но папе все равно. В нашем местечке Рассоу папа главный. Мы собираемся завтракать, но вдруг понимаем, что у нас нет еды. Сестра очень голодная. Пока мама Тоби печку, меня отправляют за молоком и яйцами. Это самая ужасная работа для меня. Эх, тяжелая жизнь в Рассоуской деревне. Но пока у нас есть своя буренка, да продлит все лишние дни. Мама говорит, что мы должны благодарить Всевышнего за наше благословение. А почему все думают, что мы живем в старой деревне? Рассоу современный, красивый, абсолютно нормальный город. У нас красивая набережная. И красивее здание и архитектура. Одно из самых больших колес обозрений в Европе. Рассоу очень милый город. Но что делать его по-настоящему особенным? Наша еврейская община! Рассоу современный, любимый, чай в рейсе праздники. Мой самый любимый праздник – это Ханука. Сделай за мной, я покажу тебе, как я с друзьями изучаю Хануку. Хорошо, хорошо, слава Богу, хорошо. Все пиво, мне нора и, конечно, все семья. Хорошо, хорошо, слава Богу, хорошо. Будет вместе все мы Хануку сейчас. Наверное, вам интересно, как мы стали такими большими звездами. Это все потому, что мы учимся в чудесной еврейской гимназии. А это наши будущие еврейские звезды. Школа – это очень весело. У нас прекрасный лагерь. А это еще веселее. Наши бабушки и дедушки пожертвовали многим ради нашего святого будущего. И сегодня нам выпала большая честь – быть здесь для них. Когда началась пандемия, нам было очень грустно и очень одиноко. Ну вот, к нам пришли волонтеры. Мы почувствовали себя в одной общей семье. Вы обратили внимание, кто наши волонтеры? Молодые парни и девушки, которые приходят в нашу общину. Не только что и получают что-то, но также и отдавать. Когда-то в Ростове было 14 снегов. Это одна из них. На сегодня осталась только одна. Наша дорогая солдатка Синен-Гога. Наша Синен-Гога не только у меня не дом. Иногда она приручается в магазин. Магазин добра, где все отдается вам даром. Наши друзья могут взять любые продукты. Потому что перед тем, когда дают пищу для души, нужно позаботиться о теле. Вы знаете, что в каждой соревновании в Синен-Гоге есть чердак. Яков, смотри, что мы нашли. Это еврейские календари, которые собственными руками писали те, кто выжили во время войны. Как только окончилась война, евреи вернулись в Ростов и в нашу синагогу. Они сделали это, чтобы сохранить еврейскую традицию для нас. Это страшная трагедия. Большинство евреев Ростова погибли во время войны. Наш долг всегда помнить об этом. Ну просто помнить недостаточно. Вы знаете, где состоялась эта свадьба? Именно в этом доме, в котором жил Рэб Рашаб. И вот что делает Ростов по-настоящему особенный. Рэб Рашаб приехал из города Любавич в Ростове в 1915 году. И это здание стало штаб-квартирой Хаббада. Рэб Рашаб сказал, что каждый из нас фонаршик. Наша миссия – добавлять свет в этом мире, помогая другим духовно и материально делать этот мир лучшим. Второго Ниссана в 1920 году в этой самой комнате Рэб вернул свою душу Творцу. Его последние слова были такими. Я ухожу на небеса, но мои труди оставляю вам. У нас есть огромная привилегия – молиться на могиле Атого великого праведника. Мне посчастливилось в России в этой общине. От всех вас я научился тому, что на самом деле это значит давать. И что это значит быть фонаршиком. Распространять свет Торы и делать добро другим. Я горд быть счастью невероятной истории Ростова. Аулам, Ашер, Кедишану, Кедишану. Давайте и дальше продолжать выполнять нашу миссию. Готовить мир к приходу Мачеха вскоре в наши дни. Мы желаем Яко Масхолдом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова